В чем сила YouTube? YouTube привязан к поисковику, то есть есть Google и, естественно, Google вытаскивает видео из YouTube, а не из YouTube. Но мы знаем, что самый популярный в России поисковик называется не Google, а Яндекс. И в принципе, по той же схеме Яндекс мог бы создать популярный видеоходчик. Но почему-то этого не происходит. А раз этого не происходит, то пока я замены YouTube не вижу. Но опять же, я хочу сказать, что сложно прогнозировать что-то, пока мы не пошли. Ну, точка невозврата. Точка невозврата, но видно, что не пробина. Мы еще пока вкатываемся в эту историю. А она длинная, то есть я сказал уже, что такие вещи, как включение страны из балловской системы, они рассчитаны не на один день и не на один год. То есть процесс, задумываясь как долг, то есть, ну, так, вот эти 5, станет принять огонь, пока идет ток, станет тога. Если бы было принятие, то уже были реализовывать какие-то решения, по ним можно было бы сказать. Да, допустим, мы окажемся от YouTube, создает там какой-то хотинг свой. Ну, пока мы живем так, как будто ничего не случилось. Вот, как будто вот завтра мы проснемся, откроем глаза и поймем, что это нам приснилось, что происходит. Вот, и снова будет Coca-Cola там, в магазине YouTube, на экране, то есть пока процессор принятия случившегося не произошло. И когда оно случится, принятие с край флот, но до того, как это получился, что-то произойдет, я не стал. Можно по определенной степенью, конечно, вероятность и сказать, что произойдет, когда случится принятие. Но ведь яхотинг не является стратегическим вопросом. Какая разница, там, YouTube или там, не YouTube. Ну, как это влияет на вопросы национальной безопасности, например. Мне непонятно. Да, видно, что, ну, были блогеры, которые зарабатывали с помощью YouTube. Так ведь. Но я помню те времена, 2010 год, когда даже речи о том не было, что ты, видеоблогер, будешь от YouTube какие-то денег получать. Не было такого. Тем не менее, как-то жили. Вот, поэтому пока мы просто все подвешились в ситуации. Ждем, когда принятие произойдет, и уже тогда что-то можно будет делать дальше. Пока это все это шутит, что там, какой-то, не знаю, товарищ майор хочет запретить интернет, там, и так далее. Но, в самом деле, товарищ майору интернет удобен инструмент, потому что, ну, все там пишут, что думают. Сеть можно вычислить. Поэтому, товарищ майор, каким бы злобным он ни был, он интернет запрещать не будет. Это только отвечает ему работу, то есть, то есть, все там, будут пользоваться соцсетями, от этого сказывают свое мнение. Кто же от такого инструмента откажет? Ну, а ты же... Ну, в YouTube, в YouTube, про YouTube. Мне как-то заказывали статью в Википедии. В 2015 году. Вел переговоры по написанию статьи в Википедии про тогдашего директора YouTube. Ну, он был сыном миграторов. То есть, его родители уехали из Советского Союза в Германию. Он там вырос, выучился. То есть, он был полностью интегрирован западное сообщество. Он играл... Не помню он. Ну, в какой-то юношеской сборной какой-то страны по баскетболу. То есть, это абсолютно прозападно ориентированный человек. По-моему, он сейчас уже не руководит Северсом, но там другие люди пришли, наверное, к которым... Ну, такого же типа людей. То есть, они не собирались делать какого-то конкурента YouTube. В принципе. Ну, а может, это вообще невозможно? Вот в данных условиях конкурент YouTube, он должен быть на какой-то мировой площадке, а не общероссийской только, да? Ну, почему невозможно? Я же уже пример привел. У нас самый популярный поисковик в России Яндекс. В пользу сетям можно... Можно раскрутить видеохостинг. Ну, у них же были попытки у Яндекса. Яндекс.Блоги и все это. Да. Поэтому тут проблема чисто менеджмента Яндекса. Почему Яндекс все свои проекты закрывает рано или поздно? Сколько уже проектов успешных они открывали, закрывали? И я как видел, ну, то же самое получилось. Почему это делают они для меня закатка? И... Ну, то, что мы знаем, что... И они многие релацировали сейчас из России. То есть, они делают деньги здесь, в то же время считают себя компанией международной. Почему-то как-то вот... Я не понимаю, как это можно в одном флахоне делать деньги здесь, а считают себя международной компанией, причетом того, что такие санкции сейчас на втором наложены. Ну, то есть, там тоже какая-то история с тем, что, ну, есть неопределенность. Я думаю, что Яндекс все равно рано или поздно поймет, что... Ну, и ниши в других странах, как правило, уже заняты. И если ты делаешь деньги здесь, то это не так уж и плохо. Вот, и тогда появится и видеохостинг Яндексовский, и энциклопедия какая-нибудь, типа Википедии, связанная с Яндексом. Ну, пока тоже это все в состоянии неопределенности. А, смотри, у меня такой вопрос. А если, например, Ютуб действительно закроют для России, но при этом какая-то возможность останется с ВПН, да, как вот в Фейсбук или Инстаграм входить, то сколько процентов народу оттуда уйдет? И вообще кто-то останется? Ну, вообще, честно говоря, пользоваться ВДПМ неудобно, потому что очень сильно замедляют, потому что с этим борются постоянно. Поэтому, конечно, можно говорить, что большой процент уйдет, но сколько процентов кассы делал этот процент, который уйдет. Допустим, по Фейсбукам уже видим, что звезды-то остались. То есть тот, кто собирал в большом гитаре Фейсбуке, они там до сих пор собирают в большом гитаре Фейсбуке, то есть все равно куда пишут. Они не револцировались там куда-нибудь во ВКонтакт. Потому что во ВКонтакте не их аудитория. Также на Ютубе останутся, наверное, звезды. Куда они денутся? Солдовать с нуля где-то на другом месте? Ну, так себе история, да. А Телеграм? Конечно, если у тебя есть имя, да, там, глобальная, типа, вот, Варламов, да, если твоя фамилия, то ты, наверное, можешь, в принципе, свой сайт сделать, из-за чего тебе Ютуб. Вот. Ну, а попроще люди, ну, и будет сложно администрироваться. А в Телеграм уйдут? Ну, мне кажется, Телеграмом люди наелись. Нет, что касается меня, я Телеграмом активно стал пользоваться несколько лет назад еще в Кода Норма. Четыре или три, я больше пользовался Телеграмом еще и какими-то другими экосистемами, неэтосселенными, да? Да, да, да. Вот. То есть, ну, то, что блокировали Фейсбук, на меня не сильно повлияло, я не так уж и часто его читал последние два-три года. В основном Телеграм читал. Ну, там, не знаю, мне кажется, те, кто хотел туда уйти, обосноваться, те уже это сделали. Там другое. То есть, сама вот эта техническая составляющая другая. Ну, и там нету поиска. Там нету поиска, ты не сможешь найти или даже если у тебя хороший контент, тебя не продвинет ни одна поисковая система, правильно? Ну, да, там поисковики тебе не будут продвигать, но они Фейсбук, например, не продвигают. Не, ну, Гугл показывает что-то из Фейсбука. Но мне кажется, это не самое главное в Фейсбуке. То есть, там, в основном, раскрутка происходила внутри этой соцсети. В Телеграме тоже те же самые принципы. То есть, раскрутка внутри Телеграма происходит. Ты закупаешь рекламу у канала, который, ну, близок тебе по тематике, но у него больше подписчиков, и через это раскручивался там вот эти перепосты взаимные. Это привычное дело. Проблема с тем, что, ну, как рекламу размещать? С Фейсбуком все было просто. Каждый второй пост от рекламы. А в Телеграме такое не сделать. Как тут деньги срабатывать на вот эти сервера и на прочие? То есть, Телеграм, мне кажется, убыточная история, когда он выйдет хотя бы в ноль. Это неизвестно. И это же надо будет огромные ресурсы вычислительные под видео, под собственный видеохостинг. А что значит, ты сказал, что люди наелись Телеграмом? Ну, наелись. Видишь, многие сперва, когда возникла ситуация с блокировкой Фейсбука, побежали там писать. Вот, я там в Телеграме, канал какой-то, или там, давайте встречаться в Телеграме и так далее. И туда много народу побежало. Кто-то этим открывал каналы, кто-то на кого-то подписывался. Но, допустим, на Фейсбуке ты можешь иметь 100 блогеров, на которых ты подписан. В Телеграме, ну, это неэффективно. Неэффективно. Потому что там нет единой ленты. И либо ты заходишь специально в кого-то, да, и читаешь, либо не заходишь. А сотню каналов читать невозможно. В Фейсбуке там тебе одного покажут ленте, другого покажут ленте. Там, ну, пусть не каждый первый пост, каждый десятый. Но, тем не менее, ты в целом импературу по больнице видишь. В Телеграме такого нет. А смотри, ты чаще же общаешься в Фейсбуке. Ну, по крайней мере, ты бываешь там. Вот скажи, у тебя лента насколько сильно поменялась? Сколько народу ушло просто? Субъективно, вроде как, те, кто были там, те остались. Ну, хотя, конечно, если взять наших тюменских. Вот у меня же группа была на старении Тюмени. Она, правда, заброшена в виде. Уже сколько, два года, когда пандемия началась. Да, перед пандемией ее, как раз, да, в такое состояние, набезное. Ну, я вижу, что лайков там стало меньше. То есть, вот, мне кажется, что москвичи остались на Фейсбуках, а вот эти вот регионалы, типа наших, они в основном, в ВКонтакте. Ну, то есть, там, раньше, допустим, в этом настроении 20-40 лайков легко публикации собирала. Сейчас там 5 лайков, может быть. Ну, если там хорошая публикация, 15 лайков, ты наберешь. Раньше бы она набрала от 30 и выше до 50. Ну, вот такие вот объемы.